Каждому ребёнку это действительно нужен индивидуальный подход, нужны любящие руки родителей, потому что находясь в группе, где 8 человек детей, естественно, мы не можем обеспечить им любовь и замену близких. Найти маленьким забайкальцам новую семью – это одна из ключевых целей специалистов краевого специализированного дома ребёнка номер 2 в Атамановке. В помощь воспитателям был создан сайт запдети.ру, на котором размещены профили малышей. Всё ради того, чтобы каждый смог встретиться с будущими мамой и папой как можно скорее. Каждый день у меня утро начинается со звонка. Мы хотим, мы видели ваш сайт, мы давно ищем ребёнка, мы стоим в очереди, мы не можем найти, а тут оказывается вот оно, всё вот подрученьками. Я говорю, ну для этого и сделали. Это далеко не первые попытки организаторов проекта «Помочь детям». Максим Юсупов признаётся, что посещает этот дом ребёнка уже около 8 лет. А началось всё с мероприятия, на которое они возили ребятишек. Мы организовывали мероприятия для детишек, и маленькая одна вот девочка, она вцепилась вот в нашу коллегу по добровольческому цеху. И она говорит, мы уже всё, уже собираем их по тачкам, везём обратно домой. Она говорит, нет, я не хочу, ну ребятишечка, я не помню, как её звали. Она говорит, мама, мама её там, ну у нас там, конечно, глаз на мокром месте, душа рвётся. Мы такие, ну сейчас мы тебе быстренько родителей найдём. Как оказалось, тогда все добровольцы допустили ошибку и разместили в соцсетях личную, конфиденциальную информацию девочки, на что опека сразу же потребовала удалить все посты. Но буквально за короткое время ребёнок обрёл семью, и желание помогать только усилилось. Дёвочка, дёвочка, вот она какая, стройная, красивая, яркая, большая. Молодец. А Рома помнит свой стихотворение? А Рома? Аня и Рома совсем маленькие, им всего по 3 и 4 года. Аня очень любит играть в куклы и обожает мячики. Она очень ранимая, нежная девочка, она очень любит рисовать, внимательная и очень она усидчивая. Она добивается своего, проявляет свой характер, личностные качества у неё проявляются в плане того, что добиться своей цели. Усидчивый Рома тоже ждёт родителей, их любовь и заботу. Это лидер группы. Всегда соперничает со своими сверстниками, чтобы показать себя, свои волевые качества. Он очень любит конструирование, машины. Он любит рисовать, лепить. У него очень развита мелкая моторика. В доме ребёнка за детьми ухаживают и следят за их здоровьем. Однако каждому, безусловно, каждому из них будет лучше в семье, где внимания и любви достанется в разы больше. Мы привязываемся, конечно же, за это время, когда ребёнок у нас находится. И мы испытываем, конечно же, эмоции, которые вызывают у нас слёзы и, естественно, радость. Потому что дети обретают семью. Это ни с чем не сравнимо. Это самое радостное событие, которое может быть у ребёнка.